всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодняшний выпуск будет посвящен непростому выбору того набора который хотел бы отослать тимофею нашему подписчику который волею судеб служит как раз в омской области он об этом написал в комментариях под видео ну и но если если не мы то кто я вот например когда служил 83 85 если бы мне кто-то хоть какой-то набор прислал бы ну блин да я был бы такой рады до врачки прямо но тогда не было ютуба не было блогеров и кроме самого тебя то и помочь то наверно некому было поэтому и решила чем нет взять организовать пацану вот все как надо тем более что он как раз в это время заморачивался чтоб там уяков прикупить а зачем покупать когда как бы вот ты здесь и ты можешь в этот момент помочь так вот как оказалось все не так просто хотелось бы это и это и это и это но если все это применить существующим реалиям допустим той же самой нашей армии то не все так адекватно не все так ясно и понятно поэтому я приглашаю вас на крупный план будем выбирать вместе то что я отправлю последствий тимофею не беспокойтесь те кто переживает за стерильность и прочее прочее после этого обзора все будет промыто продезинфицирована этот ультразвуковая ванна ну и прямой дорогой провер прямо в часть к тимофею все и увезет вы на крупный план а я начинаю догонять вот и всего этого добрича нам сейчас и предстоит выбрать набор для нашего служивого давайте приступим вообще конечно по-хорошему с легким сердцем я бы хлюп-люпо подогнал бы байкал но к сожалению это вот единственный образец который остался у него нет второй плиты так что ну чё это пол станка ни о чем хотя он хороший претендент на эту роль я до сих пор уверен что байкал получился одним из лучших танков для новичков да и для повседневки тоже поэтому байкал вот так вот сама устранился следующее вот такой вот годный наборчик дорогу в принципе для путешественников но если его собрать и вот так вот его использовать то это великолепный хороший мягкий станок на повседневку от команды яки вот он один из претендентов но основная причина почему я сейчас вот сомневаюсь в этом выборе это наверно все таки то что он разборный сами понимаете в военных нелегких условиях любая часть если потеряется то функционал станка будет нарушен а нам это надо нам-то надо чтобы человек брился на постоянку поэтому этот станок сейчас под большим сомнением но тут уже пошли серьезные претенденты это эрби золинген и меркур бакелитовый этот опасные бритвы рф тут честно сказать я не знаю что лучше умный или красивый потому что если брать допустим эрби золинген ну хоть он раздвижной но все-таки он достаточно мягкий на повседневку что собственно и нужно военному человеку он вполне себе может быть годен достаточно броски внешний вид вот это меня несколько смущает как бы там чего там у кого-то не закрывалась сомнению хлюп-люпа увести эту красоту но другой стороны он сказал что у них часть небольшая 20 тысяч 20 человек всего поэтому ну за все время что он служит еще никто ничего не спер поэтому один из претендентов ну и следующий это конечно же меркур бакелит вот такой вот он дорожный несмотря на то что он опять же из дорожной серии но здесь уже нет никаких разборных ручек он где он полностью из бакелита до достаточно легкий но это не мешает ему великолепно брить ну и ребят не забываем что у меркуры умеют делать танки поэтому вот это вот тоже один из претендентов и вот сейчас вот репу сижу ломаю что выбрать умного или красивого или еще какого давайте сделаем проще так как это оба достаточно мягкие станки средне агрессивную зону ни один из них не входит я сегодня хочу использовать понравившееся мне последнее время лезвие с его на клад и мы с вами из этих двух уже процессе бритья наверное и выберем какой хлюп-люпута и отправить вначале зарядим в бакелит а теперь грабезолинген давайте рассмотрим их поближе ну с вылетами здесь все нормально все хорошо вот этими двумя станками мы сегодня и побреемся и в конце уже более менее определимся какой же все-таки парню в армию отослать чтобы он на поседневку мог его использовать станки за станками но все-таки хочется чтобы у парня там все было по-человечески поэтому решил пускай какая-то толика из пришей вов у него будет точно также очень хорошее впечатление у меня остались от того что делает александр совополей но тут я маленечко зажлобил потому что у меня осталось два одно древесное а другое пряные травы такие так вот пряные ребята я оставил себе ним не смог с ними расстаться а вот древесная но сейчас вот древесным попробуем побреемся и если что она точно также поедет в армейку нести срочную службу мыло с мылами тоже было не все так просто потому что во первых не хотелось чего-то помпезного чтобы она там лишний раз глаз никому не резала а во вторых ну хотелось бы чтоб человеку то было тоже и по кайфу ну вот путем отсева остались вот эти два претендента омега и омеговское мыло и формула т на мой взгляд они подходят оба чем мне понравилась формула ну жировое великолепно и хорошая мыло работает как автомат калашникова собственно особых проблем нет запах запах неплох но не такой чтобы знаешь вот пошел родину продал такой нормальный хороший барбар шаповский запах омега омега туда тут она несколько отличается во первых смотрите по составу а во вторых посмотрите какая баночка она ничуть не хуже по своему формату подходит для несения армейской службы то есть вот такой раз тумбочку поставил и все она спокойненько стоит черненькая не отсвечивает но и самое конечно главное вернее два главных с моей точки зрения это качество изготовления мыло омега плюс его запах ребята вот этот запах я вам скажу это прямо запах за оба эти мыло я хотел бы сказать спасибо максиму олейнику и дмитрию долбанова которые предоставили все это для канала именно благодаря им я сейчас могу собрать этот шикарный великолепный набор ну какой из этих двух ну давайте точно также на пол лица одно запустим на пол лица другое вот и посмотрим хотя хочу не омега омега за запах выбирая омегу никаких пол лица формула ты потом отдельно пойдет по обзору омегу мы наверное примут сейчас возьмем потому что запах ребята что-то песня просто обалдеть вот насчетом своей части бриться соседних частей девки и связистки будут прибегать молодой человек а чем это у вас тут так вкусно пахнет и вот он им будет начать рассказывать ну сюда не может девчонка хорош познакомиться вот эта штука будет обязательно а помогут помогут тут я тоже засаду впал потому что во первых хотелось хорошую вещь человеку подогнать а во вторых ну не забывайте все-таки армейка как только подумал за хорошую вещь сразу же вот за этот помазок от мужского материка мысли у меня зародилось и очень хотелось бы его и послать во первых парню еще служить не один месяц и было бы грустно печально если допустим вот такого красавца кто-то раз и ноги бы приделал но нам надо потому что как ни крути мало то что хороший он еще и раритет сейчас такие вещи уже не выпускают и уж не знаю дмитрий соберется ли или нет еще такое выпускать час у них там какая-то другая линейка идет за это ребята я вам ничего сказать не могу но вот этот был претендентом конечно же номер один ну а во здравом размышлении подумал что если сделать так вот этого пока пока временно убрать в сторону и если что вдруг хлюк-хлюк не передумать то на дембель то вот это вот все организовать естественно уже в составе другого набора а пока же пускай это будет синтетика яки бараш у меня осталась парочка синтетиков от этой компании вот этот мне кажется на роль внесения срочной службы подходит по более других чем же скромный брючки поглажены посмотрите цвет нормальный побритый все у него культурника рамочка бакимбард очки все у него есть короче настоящий солдат сегодня нормально плюс ко всему синтетика не будет голову ломать со сбитиями пены тем более с таким как омега и во всех отношениях просто безотказный нормальный хороший помазок вот наверно вот этого парня мы оставим а что же у нас на финиш чем заполировать кто еще сомневался пускай не сомневается конечно же дежавюха дежавюха потому что ну во первых парень на срочку идет во вторых там мужиковца с нормальными запахами не так чтобы и густо ну а тут наш родной сосновый а чё нет а вот почему два в переписке хлюк-хлюк он выяснилось что все посылки которые поступают к ним часть скрывает в их присутствии прапорщикам ребят из своего опыта знаю что старшину вроде надо любить и жаловать почему потому что нормальный толковый грамотный старшина это обутая одета сытая накормленная рота поэтому новую из уважения вот так вот посылочку раскрыли и один фунфырик допустим старшины уйдет ну я вот ничуть не возражаю а чтобы парни на не напрягать именно поэтому будет 21 ему один старшине вот и все ну а теперь что теперь все пошли бриться решили от александра сова поле хорошая штука это не какой-то фуфил это реально препарат который работает естественно с него мы и начнем вначале чуть-чуть намочу лицо пока набирается вода вот так два пшика больше наверно не будет и вот так вот все на лицо что это дает та влага которая на лице вот и сейчас я ладошку смочил вот эта штука поможет маленечко эту влагу на лице задержать плюс ко всему я так подозреваю что все волоси которые есть на лице она их локализует и подготовит скажет найти ваша найти вам я ваша на веке типа давай брей так вот пока эта штука есть давайте займемся мылом у нас мы вам тут вообще все легко и просто омега это старая добрая уважаемая компания которая имеет делать не только помазки но и косметику для бритья чуть-чуть намочили чуть-чуть встряхнули ну и пошли работать ну запах конечно да запах просто но он душевный он душевный и он как-то так интересно замешан что раз отвернулся и ты что-то медицинское почувствовал раз отвернулся и чутка аниса хлоп другим сторонам повернулся и уже вроде как и барбар шоповский что-то вот такой он необычный он не плоский он многогранный и интересный плюс ко всему он свежий он не просто нравится именно именно поэтому я наверно выбрал это мыло сегодня загрузили сейчас здесь густящая субстанция ну давайте на лице сейчас уже наверно до ума-то и доведем здравствуйте дорогие подписчики канала home like по традиции пока вадим бреется мы с вами поговорим об одном из компонентов косметики и в частности косметики для бритья сегодня мы поговорим о масле ши это масло дерево карите которые добывают в африке она богата ненасыщенными жирными кислотами и является увлажняющим компонентом в косметических средствах на действует она совершенно особым образом она как бы запирает воду внутри кожи таким образом кожа разглаживается и создается защитный барьер масло ши прекрасно защищает кожу от ветра холода и внешних повреждений интересно что существует около 50 разновидностей масла ши в зависимости от количества концентрации ненасыщенных жирных кислот и качество его и цены конечно же масло ши употребляют в пищу его добывают женщины тяжелым трудом в африке и африканские же семьи употребляют его в пищу она по консистенции похоже на топленое масло если вернуться в наше время и к нашей косметике которой мы пользуемся то в косметике для бритья вы можете его обнаружить например в бальзамах после бритья кака по в мыле осма или например в пене для бритья прораза прораза даже была специальная желтая серия с маслом ши надеюсь это было вам интересно продолжайте просмотр поставьте вадиму лайк и обязательно палец вверх пока тимофей очень сильно сомневаюсь что у тебя будет время пользоваться одновременно сразу и пришивом и компрессом скорее всего ни на то ни на то не хватит но если все таки хватит хайснем с компрессом хотя бы возьми пришив в этом случае намочил лицо нанес и пока набираешь помазок она покушает потом смываешь и сразу же начинаешь наносить пену ну а мы сейчас все в обычном порядке здесь и отредактируем помазок он он родной почему так он упругий но упруги не настолько что он будет вам свои характеры показывать и тыкать вас чем-то но он плюс ко всему еще и мягкий чтобы нежно обходить с вашей кожей он будет создавать объем до шарика не дойдет но тот объем который он создает при работе кисточкой или в раскоряку он вас вполне себе устроит потому что ну он как родной понимаете он объемом вот так берет нет такого ощущения что какой-то там вакуум проскочил или где-то вот тут много тут мало или неравномерно что-то или вот чуть-чуть надавили а он у вас до ручки продавился и вам уже неприятно от этого нет вот ничего этого нет просто хорошая адекватная работа это одна из причин почему я вот этот помазок оставил не они она единственная тут все еще дополняется вот этой ручкой потому что ручка она настолько классическая настолько эргономичная понятно что китайцы все это слезали на западе но эта ручка пускай слизана но она проверена временем и она в руке лежит просто кайфово вот ну с мылом я перед сделал то есть тимофей когда будешь им работать не так много не набирая то он будет как у меня примерно давайте начнем с бакелита mercury промывается хорошо сносит хорошо не совсем неудобно здесь носогубный за счет того что у него бугор вот этот большой но я думаю это всего лишь дело привычки ну и времени конечно как эту сторону прошли ну а теперь rb ну конечно же вес дает в ночь ну в данном случае вот на первом проходе я по крайней мере голосую за арби так сделано оба прохода чуть-чуть намочен у тебя в армейке скорее всего ты будешь или на один проход проходить или на два только сверху вниз и снизу вверх то есть по и против ну и ну и редкими вечерами когда там не на после отбоя когда время будет туда конечно же сможет пришли ему с компрессом учу чего полотенец товарами и хватает ну и естественно с тремя проходами так мой выбор по поводу мыло пока не жалею пока все правильно ох ну ладно ну не ладно мы будем сравнивать кто как бреет правильно а ну собственно чего я и ожидал на первом проходе помните говорил бугор мешает залезть на втором проходе все те инсуации которые были допущены на первом проходе вот этот боковой он все убрал вообще ну вот и второй подскольжение вполне себе нормальное мыло вполне себе хватает сейчас даже после того как намочил тут медео просто каток кто не значит такое медео молодежь высокогорный каток в этом алматы казахстан там у нас когда-то олимпийские игры проходили что был я на том катке красиво городу все хорошо ну и завершающие ну а вот и все отлично и переходим на последнюю сторону но уже сербе вот и все компресс и авто шейф помнишь я тебе говорю что много не вазюкой потому что мыло хорошо собирается да и помазок синтетика вот оно тому подтверждение здесь тебе еще хватило бы товарища побрить все компресс авто шейф заключительное слово хорошо хорошо сейчас пока сидел на компрессе в голове перебирал все ли я правильно решил все ли я не совершил ли ошибки все же думаю что нет конечно же можно сделать поправку на то что все сугубо им хова но другой стороны я тут чуть-чуть на себя взял вольности и решить за тимофея может быть потому что ну чуть опыта больше в конце концов у него все равно еще остается возможность что перед дембелем там за полтора-два месяца там за месяцок мы с ним свяжемся там уже еще раз поговорим там уже все сделаем по-другому так вот что касается наверно танка хотя давайте наверно завтра шеемся ребят кто думал что это канулевая пойдет я буду использовать свое родное любимое ну давай зря вот такую домашину вами в армейку нельзя не поймут как же я по тебе скучал хорошо просто шикарно ребят через день до каждый день дежавюка пользовался конечно же это мавитон потому что запах он праздничный и он нифига не легкий не эфирный это все-таки сосна все-таки там чуть-чуть корицы все-таки чуть-чуть мандаринков апельсинков вот этого всего это все нелегкие субстанции но вот если вы допустим имеете вот этот авто шейф и себя в наборе и какое-то время допустим пользу чем-то другим он хлобысь к этому возвращать вот это просто это соната бенховена не знаю какая посчет она не последняя точно как тогда да 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 не как пошло душа в рай их вообще огонь огонь уходовая не изменились имевера липкая да по первости есть она потом быстро уходят и кожа у вас остается нежные и бархатистая и так с автоширями разобрались тимофей один прапорщику второе тебе как там сами разберетесь следующий станок прошу прощения все-таки наверно помазок да помазок тоже не жалею потому что попадание в десяточку я бы сам таким пользовался с удовольствием а если я бы сам с ним пользовался значит кому-то отдать тоже не стремно поэтому спокойно отдает такой помазок и даже жалко не будет наоборот буду радоваться что мальчишка будет хороших инструментов начинать так что помазок тоже одобрял пришеев пришеев необязательные условия тем более в армии пришеев но это знаете это уже чем-то таким аристократизмом попахивает но с другой стороны а чё парню то когда начинать но допустим давайте я сейчас его не буду посылать да вот он с армейки вернется но и когда он до того дойдет чтобы сам себе пришею взять но время что не скоро потому что с армии только придет за другую голова у него будет думать там как личную жизнь устроить а возможно и не единожды за день и пока он свою личную жизнь не пона устраивает там несколько лет подряд он же не успокоится потом только у него придет какое-то просветление скажет что-то там виктор и в 15 лет назад до пришел да а так лобысь вот он сразу и попробует так что у тем более какашку посылать не стал бы хорошая послать тоже не стремно александр значит кто-то вдруг знает что александр совополе когда-то что-то там сделал такое но что не то чтобы какашка ну а так чтобы ну ну к серенькая у . вот напомните мне пожалуйста что я такого не помню вот тоже хорошая штука тоже зашибись ну и осталось что остались танки из этих двух нравятся оба но я думаю что если все таки учитывать то что парень молодой плюс еще и на армейке вот под этот под этот ему бы опыта маленько наработать потому что у него сейчас рапира под металл не тяжелый станок и сейчас вот если ему взять это на бакелит сменить но тут конфигурация другая как бы он себе там не изгладался поэтому я думаю что вот это вот это за будущем то есть вот он маленечко оботрется технику наработает а потом уже к этому станку он спокойно бы мог вернуться а вот что касается rb золинген ну вот это да это да одно меня только смущает что внешний вид как бы там кто не позарился ну другой стороны чему быть тому не виноват в конце концов служит он недалеко я тоже завтрашнего дня не собираюсь контору закрывать так что если чё там чуть под подстрахуемся поэтому выбрал выбрал rb золинген тимофей это мой личный выбор то есть авто шейф дежавю пришли в сова поле rb золинген мыло омега ну и помазок яки синтетика с черной ручкой если вдруг из того что ты сегодня видел вдруг ты захочешь что-то другое не стесняйся написать об этом хоть в вк хоть комментариях под видео подумаем или чем придумаем могу лишь повторить то что уже сказал завтра послезавтра начинаю посылку собирать и если так сегодня понедельник до во вторник во вторник у тебя последний день госпитале но его думаю среду четверг ты всяко разно в части уже попадешь и от среду четверг отправлю так что ты пока приедешь а там вот уже все и придет ну вот и все вот и все ребята пожалуй хочу лишь еще раз вам напомнить ребята что в такие непростые времена самое 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 непростое это не терять самообладание оставаться человеком постарайтесь помнить об этом даже в таких непростых ситуациях казалось бы было бы неплохо если людское с нас не уходило и мы все-таки таким живот уважением как мы хотели бы что-то нам относились относились к другим людям но на этом на этом разрешите с вами попрощаться добра счастья радости берегите себя берегите своих близких да и вам было здоровья пускай вас всегда всегда все будет хорошо и помните ваших руках гораздо больше чем вы можете подумать просто вот захотите и она всегда получится ну все пока пока отписывайтесь на канал а